Я хотел поблагодарить Ассоциацию Белорусского Бизнеса за рубежом АББА за их поддержку. И для выступления, для следующего выступления, я хотел бы пригласить на эту сцену белорусского экономиста и представителя Ассоциации Белорусского Бизнеса за рубежом АББА в Литве, Латвии, Эстонии Серж Навродский. Вам слово и ваши аплодисменты для Сержа. Привет, Аня. Аня. Шпаргалка. Это я. Приветствую вам, Сим. Сейчас я загадаю трошку белорусскую мову, родную нашу. С подюссой вы еще трошку памятаете. Меня зовут Серж. Я на самом деле экономист и бизнесовец. У меня был, уже могу сказать, был свой бизнес в Беларуси. Вы можете меня повиншевать. Два ты дня тому в Иконкам нам затвердил ликвидацию. Так что все, я уже чистенький. И так само, как и вы, прошел все разные этапы. Вот это бородьбы, переезда, бородьбы, становление пошука, вот этого дня сурка, что будет завтра. Вот. Тому сказал Билл Клинтон, I can feel your pain. Тому моя задача, трошечку с вами поделиться тем, что я знаю, дать вам некие цикавые идеи. И хотя я буду рассказать сегодня про максимумысти финансования бизнеса в Европе, на самом деле, конечно же, это гигабайты информации, которые, ну, не макчима, а вот не то, что за годину рассказать. Вы разумеете, что это покожные из этих там способов финансования можно разговаривать годинами. Тому моя задача просто вас точку поинспировать, показать вам, что все это макчима, что все это реально. Вот. Памятите такую притчу китайскую, да, про селянина, у которого была, у которого был конь. А еще в мультике про кунг-фу панда он был, что был селянин, у него был конь. Этот конь не их сбег. И все казали, блин, да, все, капец, жития нема, ты будешь самую бедную вез. Он сказал, ну, кто знает, может добра, а может дрэна. Может дрэна, а может добра. Потом конь просто два дней вернулся с еще двумя конями дикими, которые он привел. Все такие, ух ты, класс, супер, у тебя теперь три коня. Такой, ну, кто ведает, может добра, а может дрэна. Праздникальки дзен, яго сын, который там спробовал гэта гадзика коня одного, значит, аседлаць, падая, ламая ногу, и все кажутся, ну, все, шкода, у тебя выпал один человек, прям с твоей фермерства, и как ты будешь теперь жить. Он скажет, ну, кто ведает, может добра, а может дрэна. Вот, и еще поздний час приходят рекруты, наймать войско его, и всех наняли, а его сына одного не взяли, потому что у него была сломана нога. Так и тут, но выникло все одно, все Леонид кажут про то, что кто ведает, может дрэна, а может добра. И вот видите, что вот в свете нашем сегодняшнем трешника, который мы бачим реально каждый день, мы поднимаемся с этими новинами, читаем, это там, видите, звездки с Палео, я не ведаю, с Беларуси, конечно, просто волосы дыбом стоят часами. У меня все-таки есть для вас добрая новина, я хочу вас трошку зарядить позитивом. Добрая новина вот тем, что мы с вами находимся в Европе, и у нас есть махчима стать не просто бизнесовцами и классными беларусами, а европейскими бизнесовцами и европейскими беларусами. Я лично это супер важно, потому что кто ведает, может быть, раз год, сподзюйся, может, раз два, раз три, мы будем разом с вами сидеть в Менску, размовлять, пить каву и снова быть на тыдне предпринимательстве на некем бизнес-форуме и разумеясь про то, а памятайте, вот там, в Варшаве, мы так вот выстояли, мы все приехали, мы нифига про вас не знали, а вот теперь мы знаем вот все. Мы не только знаем, как там квартиру снять в Варшаве, а мы знаем, как чинить ИП, как нам платить податки, и мы знаем, там, кольки там, например, держава может дать нам грошей на наш бизнес. Еще одна классная тема. Беларусы не призвучались до того, что можно взять гроши от державы. Мы призвучались до того, что держава у нас постоянно щемит. Да ладно, щемит, день прошел круто, коли до тебе, с границы там, я не знаю, никто не пришел там с проверками, альбо ты при намсе не стоишь в списке проверок на квартал. Ну, все это проходили, вот, или там на год, на погоде. А тут мало того, что тебя никто не проверяет, тебе еще могут за это дать грош, сказать, слухай, давай-ка ты будешь там в нашей гмине развивать штости там, да, такое вот. Ну, про это, власно, кажется, мы и поразмовляем. Ну, почну я тоже кое-что сбоку отойду. Значит, кольки нас тут. У ассоциации беларусского бизнеса я так само отказан за доследование, за ресерч. Вот, и мы периодично ставим себе питание такое, кольки нас тут есть. Кольки есть беларусов, которые выехали, да. Не просто кольки нас, так само характеристика, где мы находимся, який у нас бизнес. Гэта вельми важно, ка прозуметь, який у нас проблемы, и как мы можем их разом вырешать. Значит, мои дадины показывают, наши дадины, наши команды показывают, потому что с женюня 2020 года, то есть после этого всего трэша, который отбылся у нас, выехала при нам все 2100 компанию. 2100 компанию — это реально немного. Подавалось мне, что одразу подавалось, что у нас реально шмар, там, выехали все сябры, там, мои там, знакомые все. Вот. Это, ну, видите, полпроцента, может быть, от таких, ну, нет, нет, скажем так, ИП плюс компаний — это один процент от всех компаний плюс ИП, которые были у Беларуси. Это вельми мало, на самом деле. Я еще проекта зараза буду указать. Вот. 80% из нас осело в Варшаве. Это вельми шмар. Вот то, что меня поразило приватно. 80% — это реально вельми шмар. Вот. 10% в Литве. И реально еще 10% только в иншем европейском, в иншекаринах Европейского Союза. То есть 90% из 9-10 белорусов приезжает в Литву и Польшу. Что, в принципе, дает нам максимум разуметь про то, что куда нам, где нам требует решать свои проблемы. Мы у Абби ставим задачу адвокаси на высокем уровне, на уровне Урадо. И мы приходим в Урадо и скажем, слушайте, вот у нас есть такие проблемы, нам требует разуметь. Но для этого нам требует разуметь, что отбывается с белорусским бизнесом. И еще вернее важная такая характеристика, что абсолютно большинство, я не могу сказать конкретную личбу, потому что это будет спекуляция, абсолютная большинство – это малый и средний бизнес. Причем худший – это малый бизнес, чем средний. Я сам представник малого бизнеса. У меня наш бизнес, который у нас был, в Беларуси, в творчестве, она была малая, безумовно. Но добрый на вина изноу тем, что малый бизнес, на самом деле, это круто. Вы, снова-таки, повинны сразуметь размер компании, по мерам компании, немае значения в Европе. Я бы на вот больше сказал, что для малого бизнеса и среднего больше макчимыстя надо тримать грошей, чем для буйного бизнеса. И я это сейчас покажу вам. Чему? Еще для приклада могу сказать, что, например, 60%, вдумайтесь, 60% в творчестве у Швейцарии, в творчестве, то есть там, где робятся танки, реально, это малый семейный бизнес. То есть вы разумеете, это не просто гигантские фабрики, где роботы працуют. Нет, это реально малый семейный бизнес, там, до 100 человек в компанию, в творчестве. И есть такие иншие приклады, так само, конечно, по разных краинах. Но, конечно же, выезжали белорусы, это не только компаниями. Компанию перевести, это особный кейс, это релокейт, все справы. И вот Микита, вермите, кого вчера Миката расповедал про это. Это, так само, ИП и стартапы. Так, то, чем занимается Имагуру. Основная великая проблема – это ИП. Як подлечить ИП? То есть, фактично, человек, живу себе в Беларуси, у меня некий бизнес, там, ИП-шник был, там, я не веду, не гендлевал, может, какие-то с послуги, грубо говоря, он взял, переехал, и он не веду, открыть мне тут что-то, не открыть. Он приезжает, он может, там, месяцами думать, открыть, а потом взять, передумать и, там, не открывать. Короче, статистики нема. Но певной методологией мы так тихонечко так посправили оценить, и вышли на ту самую, приблизительно, на личбу 2000 ИП-шников и стартапов. И снова-таки, 2000 в Европе. Так, это с уликами того, кто пересек межу конкретно, не просто кому были ПБХ выданы, а той, кто пересек, и той, кто готовы бы упачнать свою деятельность. И добрая новина тут так само у тым, что гэта, есть такое понятие «positive selection» у экономицы, гэта позитивная селекция. Люди, которые выехали з Беларуси, такие, як вы, кожный тут з вас, это люди, у которых схильность для подприимальництва высшейшая, чем у звычайных человек, которые працуют на заводе. Отповедно, беларусы, которые приехали сюда, у них будет больше ожиданий, больше макчымастей очинить свой стартап, или свой кейс, или свою фирму, просто ИП, для того, как працывать. Это не только айтишники. И еще опошняя такая, значит, слайдик невеликий. Срез нашего бизнеса, того, что тут живе, это абсолютно уступная оценка такая, но я думаю, вам будет время цикала доведаться. Значит, мы поставили за мету доведаться, кольки людей заставили бизнес в Беларуси, а кольки нет. И оказывается, что по Амаль-Палова бизнесу покинули свой бизнес у Беларуси. Покинули, значит, он есть, и снуе. Зачинили 35%, то есть приблизительно одна тротина, и николи не имели бизнеса ранее 18%. То есть те люди, которые тут живут, в Варшаве, приехали, увидят себе 18% людей, которые николи не имели своего бизнеса. Для меня это, так само, довольно великое. Лишь бы. Ну, добро. И теперь у вас, накажешь, переходим до способа и максимума финансования. Как я вам сказал, я не смогу вам расповести, где конкретно взять гроши, кто их даёт, да, сколько вы можете взять на свой бизнес. Но я хочу вам сделать парочку таких важных парадов, как вы засвоили, как вы засвоили, как ваши керунки, как ваши думки были туды, чтобы зразуметь, что в певный момент вы можете сказать себе, стоп, мне не хватает грошей, мне требует где-то шукать некие там сродки на развитие, мне не хватает неких там, может быть, идеи, значит, вам есть, куда прийти тут до державы. И это важно. Значит, Рассламачу, что это значит. Значит, глядите, я покинул макчимостей, тут есть три, локальные, национальные, европейские. Самым великим, толстеньким таким, да, локальные, зазначено, чему? Вот национальные такие вот тоненькие, а европейские еще больше тоненькие. Значит, верьми важно расповедить вам, як працюет европейская система финансования. Европа и Польша, и европейские краины это децентрализованные финансовые краины. Что это значит? Что грошей на нижних узровнях керованне больше, чем на высоких. Простыми словами, кали в Беларуси основное бюджет и основное, скажем, финансование знаходится на узровнях министерствов и каких-то там ведомств, то в Европе основные кореницы финансований они знаходятся на самом нижайшем узровне. В Польше гэта узровень гминов. И гэта важно. Гэта вельми важна, потому что в процентном соотносинах я вам не скажу, потому что пакож на экране это особное. Кали казаць пра европейская финансовання, той, которая спускаеца для бизнеса, то я вам скажу, что больше за 50% финансовання ёсць ула в мясцовых урадах. Что это означает, какая парада и что это означает для вас в повседзённом жити? Это означает, что вам треба размавуляць с мясцовыми уладами там, где вы живёте. Наводка ли живёте в Варшаве, гмине там, я не веду, Макотов. Вы всё равно приходите к гмину Макотов и кажете, вы знаете, а вот мы у вас как бы бизнес, и мы хотим развиться там, я не веду, что-то. У нас есть идея там, поменьшить свой споживание энергии на 50%. Есть у вас некие макшимости, нам вот тут да помакши. Они скажут вам, мы подумаем, а потом пошукают. Но у них это будет. Особливо всё, что датычить зелёных всяких практик, энергии, сметь, я не веду, может быть, процесс людей с инвалидностью, это всё реальности можно зарабить на мясцовом взрывании. И у них есть на гэта грош. Мне, конечно, по ширости ещё больше подобается американская система. Я был абсолютно шокован, когда на мясцовом взрывании в Штатах они могут вас на вас застраховать, ваш стартап, от банкротства. То есть вы приходите и скажите, вы знаете, мы как бы стартап, не знаем, как вам там подзять, они вам дадут какие-то льготы, всё вам дадуть, и они вам запропонуют залезть от Штата, от конкретного counties, и они могут сказать, вы знаете, у нас есть такая максимум, что вы будете уденечить в программе, которая будет вас страховать от банкротства. Это значит, что, когда раптом ваш стартап не выиграл, вы в уголе можете отрымать назад застрахованную сумму на том взрывании, который они вам застрахуют, вернуть к этой гроши и начать новый стартап. Прикиньте, это просто нереально круто. Это то, как працует система децентрализации. Наступный взрыв это национальный взрыв. Там то, что кируется национальными уладами. В данном выпадке мы скажем про Польшу, ну там Литву, Латвию, Эстонию. Яны довольно складанно, ясно. Я еще особо у меня слайд про это. И с ней працовать тяжко, потому что там требует читать кучу законодавства, требует читать польскую мову безумовно, все это вычитывать, разбираться. Реально это складанно. Но, но, я лечу, что моя парада была бы для вас, все ж таки отсочваете эти моменты. Читайте разные сайты цикавые. В Польше есть некольки сайтов классных про предпринимательство, пресчемберчащие. Там по всю льется достатковая информация. Вы теперь резиденты Польши, ну, когда сказать про Польшу, вы маете максимум скрыстаться этими инструментами наряду с поляками, с компаниями и пешниками те, которые мают польский паспорт. Это никто вам не скажет. Видите, у вас белорусский паспорт, значит, вы не маете права. Нет, вы маете права, и я ведаю кейсы компанию, которые удельничали в розных проектах. Думнику белорусских. Ее становятся европейские. Европейские финансования, оно на самом самое складанное, просто талмуды, там вот такие дикие схемы и таблицы, в которых я, человек, который прорывал в ноу-профите довольно долго, не завсюду и так это одразу схапливаю инфу. Европейское финансование складанное, но оно делится в принципе на некольки сферах, так само еще у меня есть особенный слайдик про это, оно делится на некольки сферах, и мы робим семинары ва-ба пресвеченные, тематичные гэтым конкретным инструментом. Тому приходьте на семинары, это так само важный аппарат для вас. Ну и нареште такая довольно складанная схема для вас, самая максимально практичная, но я попробую ее за пару хвилинам вам расповесьте. Значит, способы. Они есть грошовые, не грошовые. Грошовые, это просто грош, который вам выделяют. То есть, вот вы пришли, и вам дали грант. Все гранты это дрэн, нет, это не дрэн. Вы зазумейте, Европейский Союз выделяет вельми конкретный процент от своего ВУПа для того, как гроши шли на развитие. Такие вот development aid и развитие бизнеса. Эта сумма довольно фиксованная. они за все доедут у виде грошей и у виде не грошей. Гэта робят и краины, и Европейский Союз. Прямо на узровне Брюсселя. Вось. Я пачну с не грошовых. Не грошовые это там, где вы особисты, вам не пераличвают эти гроши на ваш рахунок, но вы маэте макчимыц их скорыстаться с них. И гэта глядите, как они працуют. Перед усим в Европейском Союзе есть схемы для банков, и банки таким чином берут в Европейском Союзе гроши для того, ка позднее раздавать малым и средним бизнес. И вот тут входит изнотки корысти малого бизнеса. Банки вельми охотно працуют с малым и средним бизнесом в Европе. Вельми. Я разумею, что у кожного из вас были проблемы с банковскими рахунками, и гэта проблема, мы про это казали не раз, я думаю, тех из вас, кто был на нашем бизнес-форуме, памятуюць выступления банков, основников банков и иншых финансовых организаций, которые казали, что мы в любом выпадку хотим с вами разговлять, приходите до нас, скажите, мне треба стольки грошей, мне треба стольки, они все равно повинны гэта разглядеть, и хучэй за все, у них будут схемы, по которым вам будет, вы сможете за этим скорыстаць. Хучэй за все. Они не хучэй за все, не отмываются вам, потому что у вас белорусский паспорт. Нет. В любом выпадку приходьте. В банках есть свои программы, основанные на европейском финансовании. Есть особные небанковские установки, которые дают микрофинансование, а это особливо важно для микропредприемства, для ИП, для малых фирм. Есть особные фонды, великие фонды, которые занимаются выключен микрофинансованием. Микрофинансование это там до пару тысяч евро, до 10 тысяч евро, которые вы можете взять в якости кредита. Но, изнов таки, микрофинансование это не кредит, это абсолютно инш инструмент. Так вось, и в Польше, и в иншах краинах есть компании, которые конкретно этим занимаются. Есть податковые инициативы. Податковые инициативы это там, где держава вам дозволяет платить меньше податков. Я думаю, что вы, каждый из вас, ведете про это. Есть специальные инвестиционные зоны, есть, можно наймать студентов, можно наймать людей с инвалидностью. Гэта все податковые инициативы, они вам дозволят просто сэкономить гроши и покроются со сродков Европейского Союза. Это так самая громадная программа, на самом деле, там миллиарды евро в это закачивается. Еще есть тема такая гарантынная фонда. Гарантынный фонд. Гарантынный фонд, то, над чем мы так самая зараз працуем у ассоциации. Значит, гарантынный фонд, он сварается для долга фирмы, у которых мало кредитной истории, могли корыстаться гарантами банка. То есть, вы приходите банк и банк вам скажет, вы знаете, у вас недостатковая кредитная история, мы не можем вам дать. Но Европейский Союз может покрыть частку с этого кредита, скажем, застраховая таким чином, что у вас застанется, что вы можете, вам банк может дать вынеку кредит, например, это бы микрофинансовая, микрофинансовая организация, она может вам дать вынеку кредит, и это будет покрыто с гарантованного тем лику застрах Европейского Союза. Зараз мы в Ассоциации Белорусского Бизнеса працуем над тем, как страбить такие адмысловую программу по гарантынному фонду для белорусского бизнеса. Это на полном серьезе вам кажу. Мы уже разговариваем с банком Гаспарства Кройвега, БГК, который будет имплементатором, хочет все. И фирмы, белорусские фирмы, которых потребуют гаранты, которые хотят працовать далей, смогут коррестаться этим. Покур, что это на узрове техничном, там еще время шмат перемогом, но добрая новина вот тем, что это уже запущено, процесс уже идет. И худенько по грошам инструментах, которые вы могли чуть. Есть национальные контракты, инновационные программы, это национальные программы, которые финансуются конкретно с национальных грошей. Это не европейские гроши, это польские гроши. Их фундуши инвестиционные, розного рода фундуши, так, я кажусь, поляцы. Эти инновационные программы, они больше заточены на тех, кто хотел бы сделать бизнес больше инновационным. Это на самом классные программы, там можно подавать и малым фирмам, и средним, и буйным, но они заточены на инновационные проекты, на инновационные стартапы. Все на польской мове, тут звучит информация, когда про польщик сказать. Есть еще особная тема гранты европейской комиссии и структурные фонды. Это далекая стежка. Структурные фонды могут быть самые разные. Они могут быть связаны с артом, с мастатством, с архитектурой, с предпринимательством в целом. Они могут быть связаны с зеленой экономикой. Этих структурных фондов довольно шмат. Подать в это структурные фонды можно навод любая фирма, в принципе, которая снует тут в Европейском Союзе, резидент Европейского Союза. Один что, информацию про это требовало меть с таких для все працовать с конкретными фирмами, которые занимаются финансованием про структурные фонды. Такие есть. Я думаю, что мы в УАБе будем так саморабить про это акселераторы. Я уже заканчиваю. Пробачите, коль ласка. Значит, есть акселераторы. Имагуру, конечно, это самый, напомню, лепший акселератор зараз для белорусского бизнеса, для стартапа. Я абсолютно щира дякую Имагуру за то, что вы робите, за то, что вы рухаете на перо и тады, и тапер, и в будущем. И мы своего боку как ассоциация белорусского бизнеса, я вам официально заявляю, про то, что мы хотели бы, вернее, мы запускаем в наступном году программу финансования белорусских стартапов, невеликих микрофинансований до 5000 евро для стартапов не IT, потому что у Имагуру в принципе довольно конкретно IT направленность, а мы таким чином хотели бы все-таки заработать больше не IT, и в наступном году будет обвеченный конкурс, и я думаю, что вы так само сможете, я верю, хотя бы вы приняли удел и отрымали это финансование, значит, филинка саморекламы, а чем занимается ассоциация белорусского бизнеса за мяжой, мы мы робим адвокаси и лоббинг, наша задача исти на самый верх до урада, размулять с урадами и сказать, слухайте, вот тут у нас проблемы, наша задача отрымать имидж белорусского бизнеса максимальная версия, наша задача показать, что белорусы это не ты, кто просит, допомоги и визы ПБХ, а это люди, которые инвестуют, приносят инвестиции в эту краину и створяют працанное место и таких на самом деле шмат инвестиции и працанных мест и у нас так само есть довольно шмат партнеров европейских, с которыми будем начинать працовать и працуем зараз, это крупнейшие там чембрис оф коммерс это годливо правословая палаты, которыми мы так само будем допомогать белорусскому бизнесу снасти партнеру за межой. Дякую великую, вы обучаетесь, что так долго. Все доброе. Ваши аплодисменты, великую дякую, Серж, за то, что долучились до нас. У свою чергу мы так само вам вельми выдатны за вашу працю и это аплодисменты для вас. Дякую вам. Давайте, можно попросить вернуть тогда QR с последней презентации попросили. Ну, хорошо, давайте пару вопросов. Сейчас, одну секунду. Где-то у нас должен был быть кубик, ну, а на кубика нет. Давайте тогда. Я дам микрофон. Все, я передам, передам. Все есть. Хорошо, не переживайте. Дякую велике за выступ. Александр Стефанович, национальный бизнес-клуб имя Романа Скирмонта. У меня такое питание. Вось, вы казали, что, в принципе, белорусы по громадянству, які мають бизнес за межой, могут без проблем завертаться до национальных и международных фондов для потребности их бизнеса и что не повинно быть проблем с их грамадянством. Но, на жаль, я вось веду из тех проектов, которые сам я инвестовал, где фаундеры белорусы часто стали сутыкаться с проблемами про изменения грамадянства с початком войны в Украине, кали за межой сдавалось, была великая солидарность с Белоруссю и раптом она изменилась на дискриминацию по зрозумелых причинах, але сдавалось, павины адрознявать влады, якия знаходятся у Белорусси, и вольных белорусов, якия уже пацарпели ад репрессію в Белорусси, и зараз я не супрадзіг этой системы, и хочуць развивать бизнес у вольным свете, але чомусь ці простей не не проводзіць адрозняні, простей ўсіх белорусов па грамадзянстві узяць і заліваць, не проводзіць дуа діліджэнс, што вы прапануецця, і які кейсы можаць привезці ў якості прыкладу выходу з такіх сітуацій, калі наприклад, белорусскія стартапы выкидаваюць з акселіраторав, ці адмавляюць ў падпісанні дамовав, ўжо, наприклад, проведзіны перамовы, і на пачнім этапі, калі ўжо топ-менеджер кампані павінін падпісаць, без слумачання прычынам адмавляюць ў арендзі, наприклад. Дзякуй. Да, єсь така, на жаль, живім в такім свеці, як я сказав, абсалютна трышовым, і не веде, шчаго чекаць. Значыць, глядзіце, такі сітуаці здараюць, безумовна. Но па наші практыцы, гэта не зяляецца систематычным. Шо значыць систематычным? Значыць, што гэта паставліна на нейкі паток, і всіх прямо вось в этом же, па этой же сістэмі адмовляць. Гэта асобнае кейсы, так, і гэта кейс на саму честнуюць. Я вельмираю всім вам, калі вы сутыкаєць, сутыкаєць з гэтам, брать письмове атлумачэння, чому вам адмовили учімсь. Я не веду, вас выкинули, вам адмовили в рахунку. Не просто вам менеджер банка сказал, да, обучайте, нет, там, ссори. Не, нет, вы попросите, вот напишите мне на письме, чому вы мене, каласачка, вот тут вот не пустили, альбо адмовили. Гэта вельми важна, сабираць таку інформацію, вельми важна, мы ёё збираем, у нас на сайте ёсць такая кнопочка рассказаць пра дискримінацію. Гэта кейса дискримінація мы збираем, і бадам выносим гэта наверх, прямо приходзім до банк, ў нас ёсць конкретна там, прыклады, калі мы приходзіли, наприклад, ў ассоциацію банков польських, і казали, ну, ведайте, вот у нас ёсць проблема вот с таким, таким, таким банком, вот не могли бы вы, каласкам, расломачить, што банкам не подобається, што бы они хотели, што бы мы поменяли. Тады банка же, ведайте, вот вы нарушаете такі-такі-такі-то пункт, мы так думаем, што беларуси могут нарушать такі-такі-такі пункт. Мы дзем конкретна пагэтам ў законодавство, глядзім гэты пункт. А лясноўна праблема ў тым, што, как прайла, рішэня, это праймаюцца кім? Мэнэджеры. Так? Мэнэджеры сяць ў банках, ці там дзейці. І гэтай менэджеры просто бояться несті на сябе прыватну адказнаць. Ці ведайте, што вы, што згодна з банковским законодавством, адказнаць за фэйл, альба, скажем, штраф, каторый рап, там, банк панесе, калі, там, скажем, фирма, каторую он падписал, будзе в санкційном списке, она будзе на этом менэджере, каторый падписал. Причем там реально такі дзікі штрафы, там, ну, прям, вот дзікі, реально, там, в сотнях тысічах евро, што такое. Тому гэта менэджеры объіктывна, они просто бояться, разумецца, а не вам кажы, што, нет, сорян, мы не можым, но вам, вы павінны атрымацца гадыва адказ. Калі гэта адказ, калі он забаіцца, я, кэшна, не веду таких выпадкав, але, вяльмі часто, они просто адмовляець писаць, потому што они разумеець, што это, ну, паперка, это зусі меншая. Тады трэба істі до высшейшого менэджера, разумецца гэта менэджерам, так? Калі не атрымлюецца, кажу, писаць нам, писаць зліцца з гэта, писаць сторіз, вяльмі важны, як гэта было падсвэджана. І разам, разам, калі не будзім збіраць гэта, нам трэба перетворыць гэту систематичнуя таку працю, і ми разам будзім варшаць гэта праблема, гэта супер важна. Я лічу, што мы спраїмся з гэтэм, все будзі чітка, сто процентов. Спасиба більшоо, Серж, аплодисменты. Я думаю, што Серж ще останется с нами до вечера на нетворкинг, паэтаму, ессі што, в кулуарах вы обязательно можете славіць Сержа, він відвітається на ваше питання, який ви не успіли задати. Ще раз аплодисменты. Спасиба більшо, Серж, што присоединились.